За 10 дней в Нижнем Тагиле выпала трехмесячная норма осадков. Дорожные службы с разгулявшейся стихией справятся не в состоянии. Вышедшие днем на расчистку грейдеры практически парализовали движение. В час пик в пробках стоял весь центр города. Средняя скорость составляла около 20 км в час. Ситуация на дорогах крайне напряженная, рассказывает Тагил достроя. Ежедневно на линию выходят до 40 единиц спецтехники. Перерыв только на дозаправку. Но справиться с многосантиметровыми сугробами при таком количестве машин крайне затруднительно. Мы работаем ровно неделю по 12-часовому графику. Все предприятия, все четыре предприятия, которые в городе есть, они все работают по 12-часовому графику. Другое дело, что мы просто в таком количестве снега выпавшего не успеваем сегодня эту работу проводить. Масло в огонь подливают и владельцы машин, говорит Владимир Юрченко. Своих железных конев-то владельцы зачастую оставляют на обочине, создавая непреодолимую для спецтехники преграду. Три дня стоят машины. На ней уже по метру снега. Никто ничего не убрать не может. Она стоит на проезжей части. И таких факторов могу провести массу. Бороться со стихией завтрашнего дня начнут всеми возможными средствами. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение сегодня подписали в администрации города. Позволяет нам привлечь технику с предприятий для организации расчистки дорог, привлечь людей, тех же там школьников, студентов и так далее, торговые предприятия по расчистке своих территорий, управляющие компании для того, чтобы организовать подъезд к котейнерным стоянкам и к другим местам общего пользования. Режим ЧС в городе снимут только тогда, говорит Анатолий Чусовитин, когда полностью удастся справиться со снежными заносами на дорогах. Также на время действия чрезвычайной ситуации ограничивается въезд большегрузной техники в центр города. Никита Трубчининов, Вадим Усков, Михаил Голосов. Новости Тагил ТВ.